Открытое первенство нашей надежды по бадминтону в Анапе проходит уже не первый год. После пандемии, впервые за полтора года, ребятам снова удалось попробовать свои силы на площадке. 80 человек разных возрастов приехали из Кореновска, Лабинска, Тихорецка, Краснодара и других населенных пунктов. По словам тренера, во время такого большого перерыва в тренировках, многие забросили свои ракетки. Очень сложно было детишек держать в тонусе, всячески их стимулировать. Но мы все-таки умудряемся это делать. Спасибо родителям, которые достойно и стимулируют ребятишек своих, чтобы они не опускали руки. Но были и такие, чтобы бросили. Но благодаря управлению физкультурой и спорта и профессиональной команде тренеров, бадминтон развивается в полную силу. Анапчане вошли в состав сборной Краснодарского края, завоевывают награды и на чемпионате России. Родители отмечают влияние спорта и в обыденной жизни. Дети становятся более организованнее. Когда человек занимается спортом, он развивается во всех направлениях. Это помогает ему и в учебе в дальнейшем, и в дальнейших его достижениях целей. Поэтому это, по моему мнению, очень важно, когда дети занимаются спортом. В этом турнире анапские спортсмены показали себя в полную силу. В копилке 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. А воспитанники тренера Ольги Руссу, Славомир Качан и Маргарита Касапова стали абсолютными чемпионами в трех возрастных категориях. 5-6 лет занимаюсь, мне очень нравится. Попытаюсь достичь своей мечты, стать мастером спорта. Бадминтон завоевал признание и среди гостей города-курорта. Летом можно видеть летающие валаны на каждом пляже. А зимой и многие санатории предлагают специально оборудованные залы под этот – один из самых энергозатратных и оздоровляющих видов спорта. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.